Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы сейчас продолжим разговор об откровении Анны Богослова и поговорим о четвертой главе. С четвертой главы начинается достаточно ясно отделенная от других часть книги, касающаяся судеб мира, того, что происходит, как видит современную ему жизнь и всю историю Иоанн Богослов, когда получает это откровение. Начинается она с того, что его взгляду открывается Бог, сидящий на престоле высоком и превознесённом. Это достаточно традиционный образ и в апокалиптических писаниях ветхозаветных пророков, и в межзаветной литературе используется и сама картина, и именование Бога, сидящего на престоле. И вот евангелист Иоанн видит Бога на престоле, видит некоторым таинственным, конечно, образом, потому что все мы знаем, что видеть Бога невозможно. Как говорил Исаий Иерусалимский, невозможно увидеть Бога и не умереть грешному человеку. И вот, тем не менее, даётся Иоанну, автору апокалипсиса, даётся эта удивительная и, в общем, в каком-то смысле парадоксальная возможность увидеть Бога на престоле славы. Тому есть некоторые, если не объяснения, то, по крайней мере, пути, на которых мы можем найти объяснения, потому что вся четвёртая глава, да и пятая на самом деле тоже, в принципе, очень тесно связана с теми событиями, которые происходят в христианской литургии. Очень тесно связана с тем, что, собственно, мы сами о своей литургии думаем, что на ней происходит. И, собственно, именно поэтому речь здесь идёт о возможности войти с Богом в некоторый удивительный и превышающий человеческие возможности контакт, увидеть его глазами. Вот, этот престол Божий, который открывается, Иоанн и Бог, сидящий на нём, это возможно видеть именно в литургии и нигде-нибудь ещё, по крайней мере, естественно, в земной человеческой жизни. Вот, и дальше автор Апокалипсиса, я думаю, что всё же это был евангелист Иоанн, описывает то, что ему ещё открывается в этот момент, в этом удивительном видении, описывает с использованием, по крайней мере, некоторых деталей, так или иначе относящих нас к богослужению в Иерусалимском храме. Надо сказать, что для первого столетия, вообще говоря, для многих христиан не было характерно соотнесение христианской литургии с храмом, с храмовым богослужением, с богослужением, да и религией вообще как таковыми. В каком-то смысле Апокалипсис – одно из первых произведений христианской мысли, где подобное уподобление мы наблюдаем. Обычно это ещё связывает с тем, что автор подчёркнуто старается сохранить преемственность между тем, во что верили верующие, тем, как верили верующие до Господа Иисуса Христа, и тем, что происходит в его собственной жизни. Поэтому здесь появляются семь светильников, которые горят перед престолом, напоминая о семисвечнике Иерусалимского храма. И здесь появляется стеклянное море, напоминая море медное, которое тоже стояло во дворе священников в Иерусалимском храме. Надо ещё заметить, что текст этот пишется примерно через четверть века после разрушения Иерусалимского храма, когда вот некоторая идея именно преемственности того, что некоторый важный период истории до разрушения храма закончился и теперь вот нечто новое, эта идея в христианских умах и, видимо, в умах, в уме Иоанна уже, скорее всего, присутствует в достаточно явном виде. Итак, созерцая Бога на престоле Высоком и Превознесённом, автор даёт нам несколько деталей, напоминающих Иерусалимский храм, напоминающих, может быть, одно из самых известных или даже самое известное явление Бога людям в этом самом Иерусалимском храме, явление Иерусалимскому, о котором мы ещё раз чуть позже скажем. Кроме того, важно также, что автор говорит о 24 старцах, которых он видит на престолах вокруг престола Божьего. И здесь несколько, может быть, впадая в излишние детали, всё же небезлюбопытно было бы обозначить вот какой вопрос. Дело в том, что греческое слово «присбитерос», которое употреблено в оригинале, может переводиться просто как «старый человек», «старик», может переводиться, по крайней мере, для христианской литературы, как «присвитер». И вообще говоря, у нас нет оснований догадываться, что же всё-таки имеет в виду автор апокалипсиса, когда здесь используют это слово, переведённое в нашем синодальном переводе как «старце». Но поскольку у нас есть некоторые общие представления о слове употребления первого века, то, скорее всего, он имеет в виду именно не иерархическое свещество, которого, по сути, ещё просто не существует как такового, а именно старцев авторитетных, опытных, умудрённых жизнью людей. И вот эти двадцать четыре старца на престолах перед престолом Божьим. Надо сказать, что сама по себе эта картина не так, чтобы оригинальна. Ещё Господь Иисус до Своей смерти и воскресения говорит апостолам о том, что они сядут на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. Хотя, конечно, из двенадцати колен Израилевых фактически в это время уже далеко не все двенадцать существовали. Тем не менее, почему двенадцать? Вот потому что таково символическое до некоторой степени число колен Израилевых. И, видимо, отсюда возникает у автора и число двадцать четыре. Существует несколько разных толкований. Наиболее популярное, распространённое говорит о том, что евангелист Иоанн имеет в виду Израиль Ветхого Завета и Израиль Нового Завета, то есть тех, кто стал членами народа Божьего после воскресения Христова в результате апостольского свидетельства. И вот кроме этих двадцати четырёх старцев вокруг престола он описывает некоторых удивительных существ, четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Довольно трудно представить себе зрительно, что вообще имеется в виду. И довольно очевидно при всём том, что это неявное и недословное, но всё-таки цитата из начала книги пророка Изекииля, который тоже видит вокруг престола Божьего, вокруг славы Божьей, вот каких-то удивительных существ, которых не существует в известном нам материальном мире. И при этом ещё хочу обратить ваше внимание, что, наверное, очень увлекательно пытаться догадаться, что значит исполненные очи спереди и сзади, и почему там один подобен льву, а другой имеет лицо человека. Но для автора, конечно, гораздо важнее не это, а то, что вот эти удивительные, неизвестные нам в нашем повседневном опыте небесные существа вокруг престола Божьего не молчат, а не имеют покоя, взывая свят-свят-свят Господь Бог Вседержитель, Который был и есть и грядёт. Итак, это на этот раз уже прямая цитата из шестой главы книги пророка Исаии, который тоже видит небесные силы, взывающие у подножия престола Божьего свят-свят-свят Господь Саваоф. Вот эта песнь, которая и в те времена, и сегодня, и до конца времён есть и будет частью, одной из основных, может быть, центральной частью нашей христианской литургии, эта песня именно характеризует литургию небесную, то, что происходит на небе, и, может быть, правильно будет сказать, происходит на небе всегда, во все времена, не только в тот момент, когда завеса тайны приоткрылась для апостола Иоанна, видящего это видение, но вообще всегда. И, конечно же, поскольку и на небе вот эти четыре удивительных существа, как бы животных, и христианские общины по всему лицу земли, в том числе и та община, членом которой был евангелист Иоанн, взывают в этот момент свят-свят-свят Господь Саваоф, вот эти слова соединяют действительно небесную и земную реальность. Собственно, это ключевой, самый важный момент для четвёртой главы свидетельства о том, что между происходящим на небе, там, где присутствует Бог на престоле Славы Высоком и Превознесённом, и происходящим на земле, там, где христиане собираются для совершения литургии, есть некоторая сущностная связь. Это по-настоящему одно и то же. Впоследствии в христианском богословии эта мысль ещё не раз будет в явном виде проговорена, но всё же обратим внимание на то, что на самом деле это совершенно драгоценное и очень важное для нас откровение. по совести сказать, гораздо более важное, чем хронология предстоящих событий по мере приближения к завершению этого мира. Это гораздо важнее, потому что что ещё и как будет происходить в истории когда-то потом, ну, мы в конце концов увидим или не увидим, отсюда или с неба. Но сейчас наша литургия, да, это сущностно связанная с небесной литургией вещь. В современном богословии по этому вопросу, по этой проблеме довольно много было споров, знаете ли, насколько далёк конец света, что имел в виду Господь Иисус в беседе на горе Елеонской, говоря о конце времён, там, имел ли он в виду что-то отдалённое или разрушение Иерусалимского храма. Знаете, некоторые даже договариваются до совершенно нелепых мыслей, абсолютно нелепых, о том, что сам Иисус мог ошибаться в прогнозе на ближайшее будущее. Ну и вот в качестве некоторой реакции, я бы сказал, на эти абсурдные заблуждения, появилось довольно здравое в XX веке представление, которое получило название «реализованная эсхатология». Суть заключается в том, что конец мира, он, конечно, ещё впереди, судя по тому, что мы живём и ходим по земле. Но когда наши сердца мы открываем Богу, когда мы собираемся вместе для общего дела, для совершения таинства Евхаристии, в этот момент мы присутствуем на открытом отверстом небе, как Господь говорил своим ученикам, и в этот момент, собственно, всё уже произошло, всё то, что ещё теоретически должно было бы ожидать людей в конце времён, собственно, встречи с Богом, вот это даётся христианам здесь и сейчас, здесь и сейчас. И вот поэтому так важно откровение Иоанна, который видит именно это, именно эту картину. Небо, ангелов на небе, 24 старца, 4 удивительных животных, и на земле всё то общество христиан, которое существует в данное время, в данном месте. И это одна и та же литургия. Вот я думаю, что это, конечно, чрезвычайно важно. И дальше он говорит о том, что он видит, как эти 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков, поклоняются. Это поклонение тоже фундаментально важная вещь, потому что, знаете, ещё до начала служения Господа Иисуса, да, пожалуй, что и даже до Рождества Христова, существовали среди иудеев представления о том, что по-настоящему поклоняться так, как, в общем, надо, так, как правильно, либо сложно, либо невозможно вообще. Там возникали периодически какие-нибудь апокалиптические движения с целью восстановить правильное богопочитание. Разные там протестующие группы вроде кумранитов, которые там уходили, возмущались, говорили о невозможности поклонения. У многих возникали эти вопросы. Отголосок этого извне народа Божьего мы слышим в рассказе 4 главы Англии от Иоанна о беседе Иисуса с Самарянкой, которая тоже его спрашивает про то, как правильно поклоняться. И вот Господь тогда отвечает ей, что наступает время, когда будут поклоняться в духе истине. Вот что же это означает в истине, по-настоящему, правильно, что означает то подлинное поклонение Богу, о котором мечтали верующие, как о подарке, который Бог даст через Мессию Христа. И вот мы здесь видим этих старцев, которые поклоняются со словами «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил всё, и всё по твоей воле существует и сотворено». Это, в общем, тоже краткий конспект практически всех форм евхаристической молитвы, с которых начинаются современные христианские евхаристии в любых их вариантах. И здесь следует, по крайней мере, русскоязычному читателю ещё на секунду остановиться и задуматься над словом «достоин», потому что в силу исторических причин, в силу того, как эволюционировал наш язык за последние столетия, причём не одно столетие, не только за двадцатое, мы, как правило, выражение «ты достоин» воспринимаем в том смысле, что «ты достаточно хорош». Что вообще говоря, если сказано Богу, звучит очень-очень странно, почти кощунственно. В конце концов, ну, кто бы сомневался, что Бог достаточно хорош. Нет, дело скорее не в этом, хотя, без сомнения, в греческом «Аксиос» есть и этот оттенок смысла тоже, но всё-таки, как и в нашей современной литургии и в большинстве христианских литургий, мы говорим, достойно и праведно поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу. Это достойно и праведно в том смысле, что так правильно делать этот путь жизни. Этим жизнь отличается от смерти. Не в том, что вот этот Бог, открывшийся в Иисусе, достаточно хорош, чтобы мы Ему поклонились, а в том, что это правильно, по тому, как устроена жизнь, как устроены мы, что мы себя представляем и кто Бог, поклоняться Ему, достойны принять славу и честь и силу. Конечно, и то, и другое, и третье принадлежит Ему, без сомнения. А важно, что для нас правильно исповедовать это. Удивительным образом это воспевание той песни «Свят, свят, свят, Господь Сидержитель», «Достоин ты принять славу и честь и силу» это то, что по-настоящему отличает живого человека от не вполне, скажем так, не всегда, впрочем, это бывает людьми внутренне, осознанно, но вот, понимаете, сила жизни, она рождается там, где ты даже без слов, даже не понимаешь, что это ты делаешь, славишь Бога-создателя жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok